Евангелие и Святыми Отцами на евангельские какие-то истины и высказывания высказываниями из Ветхого Завета это в лучшем случае, а то еще уже и из Корана иногда встречается, а то еще откуда-то то, извините меня, это не по теме, так будем говорить потому что Ветхий Завет это про одного Бога хотя некоторые говорят, что это один и тот же Бог у всех я не согласен Бог-то в высшем Своем существовании, конечно, один и это Он Моисею давал эти заповеди но как они там жили и кого считали богами и как они все это устроивали и своего Бога привязывали к тем событиям, которые у них там происходили то это никакого отношения ни к Любви Божией не имеет ни к Господу нашему Иисусу Христу а ведь мы должны понимать что Бог Слово, Он во всех проявлениях Божественности на земле не только присутствовал, только Он и был то есть мы-то так понимаем, что все было даже до того момента, как Он воплотился здесь сотворено и, как говорится, попекало с Богом Слово а какой же там Бог Слово тот же самый, который в Христе который там египетских детей уничтожает когда врагов там израильских уничтожает и их деток мучатся, кого-то заставляет там и все остальное нет, это никак к Христу не относится и к Богу Слово не относится ну не мог же Бог Слово вот так был-был такой злой, значит уничтожал народы там наказывал, вдруг стал Христом и стал такой все любвеобильный нет, Бог Слово и был Бог Слово и Его воплощение через Христа принесло нам ту самую суть Бога Слова, который был и до воплощения тем же самым поэтому, когда меня аргументируете или опровергаете какими-то словами из Библии, из Ветхого Завета а то еще возьмите там и Стора или еще откуда вы не в теме, вы не в теме у нас Ветхий Завет только для того, чтобы иметь подтверждение воплощение Иисуса Христа все, все остальное мы с вами в Ветхом Завете видим только как развращается народ в законе, казалось бы, Божьем как он доходит до крайней степени вот такого низости и называя божественное совсем низкое и, ну, в общем, то, что потом Христос и сказал этим людям, что вы все дети змеи и вы не знали Бога никогда и не видели во, как Христос говорит а как же можно от имени этих людей передавать слова Бога если Христос в Евангелии от Иоанна свидетельствует, что они никогда Его не видели, не слышали но не видели точно слышал один Моисей, но и пророки, которых гнали и это поэтому удалял и удаляю ваше высказание потому что, если я возьмусь из Ветхого Завета вас опровергать я вам столько всего поднаберу, как они там и мужи ложествуют все эти святые и тысячи жен имеют и убивают друг друга и все остальное вот, поэтому просто выдернуты их слова о том что это значит ничего из себя не значат Евангелие и предание у нас есть еще и есть святые, которые нам растолковали Евангелие и все события евангельские так, как надо они тоже иногда прибегали к Ветхому Завету но не так же не в осуждении кого-то и не в разоблачении, что в Ветхом Завете не так, как Христос сказал так что помоги всем Господь изучайте Евангелие мы с вами почитали Евангелие от Иоанна ну интересно же необычно, а почитайте другие Евангелия там же еще интереснее или почитайте, как ну скажем, Иоанн Златоустый комментирует Иоанн Евангелие от Матфея, например очень интересно вам совсем по-другому Евангелие увидится от Матфея тем более, что теперь есть аудиокниги у нас красота народ купается, ныряет пойду-ка я тоже сейчас искупаюсь немножечко наверно будет хорошо так что здоровья вам всем, радости Аминь